Всем привет! Вы на канале Колбин Ревью. Сегодня поговорим о моем самокате. Это Speedsearch S12, купленный в январе 2023 года. То есть ему совсем ничего. Давайте посмотрим, что у него здесь по характеристикам, по батарейке. Получается заявленная мощность 250 Вт, чтобы полицейские, так сказать, не докопались. Модель S12, дата 15-1-2022 года. Ну, то есть это вот в Китае, когда его сделали. Батарейки 21700, 48P, сама батарея 38 Ач. Контроллеры здесь 50 А, батарея 38 Ач дает вам около 70-80 км пробега чистого на второй скорости плюс-минус. То есть вот именно по городу на 80 км его спокойно хватает. То есть я проезжал за день 60 и еще оставалось на километрах 15, вот нормально. То есть я 60 ездил тоже не 10, не 20 км в час, и 40, и 50 наваливал. Ну и, соответственно, какие-то километры в черте города, по самому городу, то есть там километров 15, где-то по пешеходке 10, где-то 20, где-то 25. Сколько проезжает? По отзывам-то на ютубе, на форумах, в чате, то есть в принципе на нем где-то на эко-режиме до 30 км в час, когда вы скорость разгоняете, спокойно можно 100 км на нем проехать. То есть заряжается, он у него два зарядника, он 6-7 часов заряжается, если одним, то 12, на ночь ставите и все, вот можешь подснять. Здесь у меня оторвалась одна штучка, ну то есть вот зарядка. На авито они стоят 120, 130, 140. У меня пробега, сейчас скажу, пробег, пробег у меня 1120 км, то есть всего ничего. Купил себе велосипед Minaco F10, можешь заснять. Свет фары, я включаю самокат, покажи, как свет фары светится. То есть две лампы, вроде как есть световая, теневая вот эта граница, чтобы никому там не светить, всю дорогу вам четко было видно. Честно скажу, вечером ездить комфортно, все видно, все удобно, но в глаза светят, каждый раз едешь вечером, все кричат тебе, что выключить, неудобно и так далее. То есть жена подтвердит, наверное, да? Да. Да, вот говорит, что да. Две фары, то есть их меняют там на разные арсики, все еще как-то там настраивают, чтобы все равно там людям не светить в глаза. Для вас, для как наездника, будет комфортно, все будет освещать и теневая граница нормально, но может их как-то подкрутить там пониже, повыше сделать, чтобы в глаза не светили, не знаю. То есть это вот они у меня такие стоковые. Светодиоды на колесах, на дейке, да, у меня записано. Сразу покажу. То есть я его не мыл, вот как есть. Сейчас погода, как видите, не очень, то есть 15 градусов на улице, дождь может капать, может перестать, где-то грязь, где-то еще что-то. Вот специально не мыл, вот в целом вот так он в доме и хранится, то есть если вы себе будете приобретать. Если у вас погода не всегда, как в Сочи, там супер тепло, то все равно грязно, это когда-то каждый раз куда-то надо закатывать или там его протирать, тоже об этом заранее подготовьтесь как-то в помещении или еще что-то. Давай покажи, вот это вот, здесь на колесе есть светодиоды, вот такие, они должны светиться. У меня они не светятся, то есть это вообще такая вещь на любителя. И с этой стороны покажи светодиоды. Вот они есть, вот они светодиодики. И вот если ты обойдешь, я здесь им покажу, то есть это магнита, два, они когда вот так рядышком друг с другом стоят, магнитное поле создается, отсюда получается светят колеса. Вот, но у меня сразу покажу, вот здесь покажи, оторвался провод, то есть он просто перегнулся или еще что-то, я его даже заклеить пытался. В целом вот эти колеса тоже так себе на любителя, то есть я смотрел отзывы и в телеграм, в чате, в спица ваш, то есть кто-то, да, ездит, кому-то нравится, кто-то очень часто мучается, что их регулировать, вот эти два колечка надо. То есть ты после одной поездки, оно у тебя в середине где-то чуть отходит, все, свет уже пропадает, нужно останавливаться, друг другу их подставлять там на определенное расстояние. Близко не работает, далеко не работает, тут можно найти середину, чтобы у тебя все было. Задний, я не знаю, тоже по-моему, они у меня вот далеко друг от друга расположены, поэтому не светится, вот можешь подойти, посмотреть, я даже их и не настраиваю. Вот, вот она вращается, ее нужно вот близко тут оставить, чтобы она светилась. Деку покажи, что дека светится. Дека светится, то есть здесь обычная железяка, светится только бока. Ну то есть все равно вечером какой-то дополнительный источник света есть, где-то красиво выглядит, кому-то нравится. То есть тоже это все вот эти световые приборы, они все равно все на любителя. Про колеса. Колеса самоката 12 дюймов, то, что как-то себя более устойчиво там себя чувствуешь или может быть, не знаю, кочек меньше ощущаешь. Ну нет такого, честно скажу, просто он стал выше, от этого в какой-то степени комфортно. Ветер не задувает в микрофон, нормально слышно, то все равно. Вот, 12 колеса, то есть он такой, если подальше отойдешь, покажи, как он смотрится. То есть он такой сбитый, маленький, компактный, на больших колесах, в принципе, на нем удобно и рулить, и все комфортно. Тормоза здесь гидравлика, то есть их надо периодически прокачивать, следить за ними. Из-за того, что скорость самокат развивает большие, их нужно периодически как-то следить, прокачивать, разбирать. Там менять вот эти колодочки, чтобы они стираются, особенно там, если дождь, грязь, какая-то погода, то есть менять нужно. Обслуживание в целом, не знаю, ну там где-то в районе 2000 рублей, 2500, вот чтобы тебя заменили, прокачали, вот все сделали именно с тормозами на один раз. Раз, наверное, в три месяца, в два, смотря как ты ездишь, нужно их будет менять. Но не сами тормоза, вот обслуживать их по внешнему виду, классный, наверное, да, красивый, то есть у него здесь мотовилка, перец немало, то есть он такой немножко брутальный, с мотовилкой, сам по себе он не длинный никакой, он такой коротенький, мотовилка, здесь подставка для ноги, ее отдельно там нужно просверливать, чтобы она вот так вот стояла, вот эта вот часть. Внешний вид, да, классный, в принципе, вот именно по внешнему виду никаких проблем нету, едешь по городу, люди оборачиваются, смотрят, спрашивают, что, где, сколько стоит, ну, как бы, не сказать, что там какой-то маленький, дешевый, как М4 какой-нибудь Куга, на который внимания сильно-то никто не обращает, это прям такая машина в городе. Пружины, аморты, давайте о них поговорим, то есть вот они у меня в пыльниках здесь, их нужно как-то там свой специальным образом прокачивать, то есть у меня сейчас он, давай отойди, я попрыгаю на нем, то есть они как будто чуть перекачаны, то есть вот я весом даже в 90 их не прожимаю, сейчас, вот задняя не видно, да, вот, а мотовилочка, она такая, и не сказать, что твердая, ну, и не мягкая, то есть вот она работает, сейчас, видно, вот здесь, вот, то есть кочки какие-то ест, на самом деле при поездке, я когда на нем еду, кочки съедаются, задняя часть из-за того, что она не прокачана, чувствуется, как будто она там, вот так вот где-то прыгает, в конце я расскажу свое мнение, а самая, сейчас вот такой небольшой обзорчик, курок здесь LH100, это версия, она в 23 году, то ее почти и нет, сейчас такие уже от 150 пошли с другим курком, здесь курок LH100, типа, один из самых первых таких бюджетных, в чем у него, там, какой-то недостаток, как многие заявляют, то есть ты, когда курок нажимаешь, он стартует спустя где-то секунду, то есть он не сразу схватываешь, что ты вот нажимаешь, он поехал, 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 вот так вот, а ты нажал, чуть-чуть подождал, и он стартанул, то есть для многих минус, на самом деле, к этому очень быстро привыкаешь, у меня на ультроне было то же самое, вот эта задержка в 1-2 секунды, она вот, ну, нисколько не смущает. Еще из плюсов, если спится ваш, вот этот покупать, можете у меня забрать Екатеринбург, 100 тысяч рублей, приезжайте, забирайте, состояние, ну, адекватное, хорошее, 1100 пробега, из минусов, ну, никаких нету, то есть вот эти, то, что свет здесь не светит, так на Авито вообще их ни у кого нету, они все просто снимают, то есть я просто не заморачивался с тем, чтобы это все снять, чтобы этого вообще не было, ну, как у меня стоит, столько и так и стоит, вот, других-то что-то у меня там недостатков-то и нету. Помыть, да, то, что он, вот, жена говорит, что он грязненький, а так я его помою, он вообще классно смотрится, вот сейчас просто я проехался по городу, он запылился, грязь где-то подсохла и так далее, если его вымыть, он идеальный, то есть у него еще, а, два минуса я даже на Авито выставил, то есть, во-первых, то, что не светится, вот эта ерунда, которая нахер никому не нужна, ее снимают все с колес, и вот у меня оторвался защитника вот эта для зарядки, то есть на Алиэкспрессе стоит вот такая штучка, закрывашка сюда 2000 рублей, вот, ее нужно сюда поставить, две вот они, одинаковые, то есть не биты, не крашены, ничего, вот одна вот, вторая, и вот, если здесь есть, то здесь она оторвалась, то есть я ее не закрыл один раз и все, и потерял. Из плюсов, если покупаете Саваж, группа в Телеграме, мужиков-то, ну, человек 500, наверное, всегда общаются, там, задний тысяча дверь сообщения набегает, на все вопросы отвечают, подскажут, где отремонтировать, где заказать, там, все время скидывают какие-то доработки, обслуживание этого самоката и все остальное. Рекуперация здесь, прям, если вы ездили на других самокатах, рекуперация, это когда ты газ отжимаешь, и хочешь накатом ехать, он в это время, типа, должен заряжаться и притормаживать тем самым, то есть часто на многих самокатах рекуперацию вот эту, сильно включают, и тогда ты, и когда на газ едешь, все классно, газ отжимаешь, и сразу тормозишь, получается, то есть в виде рекуперации медленно, он приостанавливается, как будто тормоза зажаты, здесь рекуперации практически нету, то есть ее вообще не замечаешь. В группах пишут, что там нужно какую-то прошивку найти, то ли она еще не создана, то ли она вот только где-то появилась, когда этот урок, этот контроллер, это все как-то перепрошивается, и вроде как вот рекуперация начинает каким-то образом работать. Качество сборки из коробки, ну, отвратительное, если вы вот купите его новым, здесь, ну, дорабатывать все нужно, то есть даже у Паши на канале, это вот владелец бренда, говорит, что это все с Китая, привозят ему в коробках, он их просто здесь по городам отправляет. Ну, то есть это все нужно протягивать, доработки какие, здесь гусь, например, Паша сразу там какой-то набор небольшой за 5000 продает, в котором есть разные дополнительные фишки, которые можно установить и уже избавиться от каких-либо проблем в будущем самокатом. То есть самое первое, вот здесь гусь заменен, вот эта вот вещь, изначально другая идет, которая так открывается, и вот типа можно складывать, но она все время шатается, ее как-никак не поправить. Вот такую продают, это самодельная какая-то штука, которую уже три года, там все ее покупают у одного чувака в Телеграме. То есть вещь надежная, нету вообще никакого люфта, но есть минус, то есть это все на болтиках, чтобы, например, его сложить, это нужно там два болта откручивать, только тогда складывать. Крылья, да, крыло вот это переднее, которое на вас, из-за которого на вас брызги не летят, его в комплекте тоже сразу нету, тут какой-то такой супер коротенькая, которая вообще от брызг никак не защищает, то есть вот это крыло тоже отдельно докупалось, сюда ставилось, то есть его помыть нужно. Заднее крыло тоже, вот под сними как стоит, сейчас оно настроено таким образом, чтобы на вас почти ничего не летело, если с коробки вам приходит, он задран, то есть вот эта часть куда-то вот сюда смотрит, или наоборот, то есть он то ли ниже у кого-то, у кого-то в ту сторону направлен, то есть таким образом, что у вас либо вот отсюда вылетит сюда, либо отсюда в спину, и так и так, отовсюду короче летит, здесь он настроен, дырочки просверлены, то есть конструкция так подстроена, что и отсюда сильно сюда не летит, на амортизаторы, и отсюда вам в спину тоже ничего не их лечит. Пыльники сделаны, то есть это все отдельно, аморты это воздушные, у них, они велосипедные, у них там гаечки пластиковые идут для велика, то есть если вы в самокатах немножко разбираетесь, всегда знаете, что вот эти вот аморты, их нужно менять, внутри гаечки всякие на металлические, на железные, то есть это тоже дополнительная работа, здесь это все проделано. Руль. Что за аморты? Аморты это вот эти синенькие, ну амортизаторы. Да, вот, давай руль покажем еще. Не дует сильно в камеру-то? Руль тоже здесь усилители стоят, чтобы ни люфта, никакого разлома не было, то есть здесь у китайцев идут маленькие коротенькие болтики, а дырки вот отсюда вот примерно, и здесь специальные удлиненные болты у меня стоят, чтобы руль не шатался, такого ничего не было. Ну, в комплекте сразу идет демпфер, демпфер, давайте покажу, зачем он нужен, смотрите, если разгоняетесь на большой скорости, как на велосипедах, у вас руль начинает шатать, или, например, даже на каких-то прокатных велосипедах, вы когда едете, даже на маленькой скорости, одну руку отпускаете, у вас руль вот так вот ходит. Здесь это вот как раз, это вообще мотоциклетная такая вещь, то есть вы на большой скорости едете, и у вас руль никуда не ходит, потому что вот эта вещь мешает ему таким очень легким быть, то есть вы его можете настроить здесь там на 12, если цифру поставить, то руль прям сложно поворачивается вправо-влево, на единичку, то более-менее легко, и то есть под себя вот настраиваете таким образом, чтобы, ну, не попасть в какую-то аварию, или там не произошло никакой неприятной ситуации. То есть у меня один раз такое было, руку почему-то отпустил, и под кочку попал, без демпфера бы у меня руль бы начало шатать, я бы упал, а он как бы его подстраховал, и получается чуть-чуть шотнулось, но было вот это чувство, что он должен сейчас вот руль в другую сторону пойти, но из-за того, что демпфер есть, он начал его замедлять, и я как бы рукой удержал его, то есть спасло от падения. В целом самокат классный, все удобно, сейчас расскажу вообще о своих впечатлениях, да, доработки здесь от Паши стоят 5 тысяч все, но и установка это все, соответственно, отдельно, то есть вы этот набор покупаете, и вам это все там разбирают, ставят, то есть, например, крыло поставить, пол самоката нужно разобрать, чтобы сюда крыло поставить, чтобы поставить этот гусь, который не шатается, механизм складывания, то есть его тоже нужно разобрать, вот эту собрать, поставить, а морды тоже, тоже просто так вы их там не закроете, чтобы на них грязь не летела, чтобы они нормально работали, тоже это нужно разбирать, все ставить, то есть это тоже за отдельную денежку делалось. седло механизм вкладывания последнее что хочу сказать он в другом немножко виде идет вот эта вот вещь она перевернутая вот в другую сторону идет и также стоит и когда вы хотите седло в комплекте и из коробки сразу нельзя его там привод так как сейчас его перевернуть чтобы сюда ногу ставить когда он вас другой стороной стоит тоже ноги не очень удобно то что здесь вот эти штучки которые седло должны держать то есть если вы вы стоя ездите вам нужно вот так вот переворачивать и тогда удобно но чтобы вам перевернуть это вот нужно как я сверлил там дополнительные дырочки чтобы они в пазы вошли и вот он так держалась плюсом дополнительные еще сверлились если вам нужно вы его снимаете переворачиваете и можете поставить и ездить сидя то есть а из коробки тоже не не было возможности его сделать таким образом чтобы сидя можно было ездить то есть это все он должен надо дополнительные дырки сверлить ну то есть это все равно что же такое китайская кто смотрит канал давно знает что был наймбот был ультрон и все каждый год говорю одно и то же самокат вещь удобная но вот самый удачный вариант за все время это вот если вы не хотите вообще не мучиться ничего покупаете наймботы xiaomi вот у наймбота некоторые модели сейчас подороже стали там есть за 100 тысяч за 200 тысяч которые такие уже 40 50 километров ездят и ничего не ломаются из коробки я ездил на наймбот макс который вообще не ломался за год там кроме поддержку крыла за 100 рублей нужно поставить это максимум вот универсальные недорогие супер качественные самокаты которые не ломаются был у меня ультрон китайский тоже который ездил тут как этот там километров 80 100 в час ломается что тут что тут тот все время ломался что насчет этого самоката чувствуется когда едешь что за ним все равно каждый раз после каждой катки нужно ухаживать смотреть болтики подтягивать следить на примере этого самоката прокатился почувствовала что у меня здесь контроллер погорел купил контроллер там китайский стоял ну то есть мы разобрали там к это китайская ерунда стояла за за 2 500 батарейка нормально контроллер стоял слабенький и видимо из затряски он как будто но ему плохо держался и затряски можешь как-то его это погубило но купил ант бмс но там бмс к вот это сгорела бы мы сплата кто может знает купил ант ант смарт бмс 8 500 стоит сюда смарт бмс поставить еще 4000 вот пожалуйста сейчас бмс к которая через смартфон управляется то есть можно за батарейки за всем следить здесь есть вот по большому счету почему продаю то есть он сейчас ничего на нем нету сломанного то есть он вообще в порядке все здесь замечательно но я понимаю что у меня руки жопу растут я вот если что-то ломается я я еду в сервис ремонтировать сервис по самокатам как сами знаете дорогие то есть по факту сейчас у меня с амортом и что-то беда приключиться каждый аморт по 5000 на алик стоит ехать менять это еще пять тысяч просто чтобы аморты починить 15000 рублей случится что-то с электро с электрикой тоже это десятка колеса здесь если ты протыкаешь колю колеса протыкаешь тоже это либо в очередь куда очень мало нормальных ремонтов по самокату чтобы вам ничего не сломали которые есть в 2-3 штуки в городе вы приезжаете там очередь ведь вам даже покрышки могут поменять через завтра послезавтра в моменте это даже не делают потому что летом очереди очереди большая покрышки тоже сколько стоит 1000 рублей покрышку поменять одну как на машину если вы ее проткнете разорвете не знаю шлифуете много хотите просто поменять новая покрышка сюда стоит к вот одна штука 3000 другая 36000 рублей плюс их еще установить еще по 2000 то есть спокойно на колеса опять же 15000 рублей если у вас руки жопы растут и вы там не с алика это заказывать а здесь в городе 3000 рублей то есть ну примерно как на мотоцикл то есть и вот из-за этих расходников из за то что руки жопу растут вот из сложилось впечатление что он классный здоровский я на нем 15 километров до работы за 15 минут до езжаю то есть спокойно я на третьей скорости здесь никогда не ездил здесь есть 1 2 3 скорость на 1 30 километров на 2 50 на 3 там 80 90 я на 2 в целом 50 тот он едет спокойненько вообще 15 минут и дома еду хочет себя комфортно чувствую за из-за демпфера ничего не шатается все здесь отлично но каждый раз когда еду еду 50 километров из-за того что не сидя стоя сдувает где-то каждый раз едешь и думаешь к из-за то что колеса маленькие если не дай бог что куда-то налетишь упадешь все тяж не будет верно говорю вот это типа но чуть-чуть страшновато вот из-за из-за этих причин то есть не знаю что там что-то сломанное или еще что то то есть я бы для этого ролик не записывал то есть у меня в целом все отлично это и мини обзор такой для людей которые будут себе такое покупать и тоже знали какие-то минусы что вы его купите за там за 140 тысяч рублей часу паши новый вот такой же там да там с другим курком например или на других батарейках то вы его точно также будете дорабатывать то есть сюда вложений в принципе после того как вы его купили в первый раз пять тысяч рублей потом 10 потом еще 10 то есть 30 тысяч заплатили в сервисе вам его идеально все сделали через месяц что-то ломается снова влаг вкладываете вкладывать так конечно нужно в самому иметь там гараж или за ним все время следить у меня такого нету вот поэтому продаю а если покупаете новым то нужно понимать что будет нужно будет за ним следить деньги в него вкладывать вот но вещь такая кайфовая летом гонять самое то вот что еще вот я вот поменял пойдем покажу на электро велосипед minaco купил f10 почему его смотрел сейчас многие там сети бы импульс вот этот огромный велосипед в себе покупают но он маленький коротенький вот примерно как этот сидишь ты на нем как на горном велосипеде но при этом он короче чем любые велики как-то несуразно смотрится с ростом 180 у raptor tv на канале там чувак 185 на нем сидит 185 190 это вообще несуразно смотрится здесь как бы все в принципе комфортно когда сидишь нормально он смотрится 500 ватт ватт мотор 1000 в пике выдает 40 километров в час максималка у него вот хватает его на 30 километров не на 80 не на 100 как тот но тоже по городу в принципе до работы туда-обратно можно съездить но при этом еще до работы доезжаешь батарейку снимаешь идешь заряжать у тебя снова 30 вот так вот сидишь на нем в принципе удобен при этом он еще складывается зимой сейчас вот опять же причина одна из почему про можно продать и точнее подарок продаю велик купил складывается батарейку вытащил сложил на балкон убрал всю зиму не мешается батарейка у тебя в тепле стоит этот на балкон в морозилку не поставишь его там холода на балконе то есть он должен тебя всегда домах стоять но либо на какой-то куда-то на хранение отдавать либо выкручивать оттуда батарейку доставать и только потом на балкон то есть вот такие опять же минусы в целом все все здорово можно брать самокат если умеете за ним ухаживать если у вас руки не жопы растут в целом самокатом в принципе доволен никаких вот проблем нету то есть я на нем два с половиной месяца отъездил ничего не сломалось кроме бмс кино я так понял что она в этом в чате пишут в телеграме они у всех горят вы просто никита слабенький все всегда все ставят нормальные антовские которые на за которыми можно сразу батарейку смотреть что у вас там как с батарейкой со всем остальным и держит которая классно ну-ка опять же 8 500 дороговато ну как бы ничего страшно вот я и один раз поставил тут съезжу полтора месяца никаких проблем все отлично то что здесь вот эти колеса не светится или крышечка оторвалась но вот это надо заказать 200 рублей колеса их нужно просто отбортовать вот эту всю отклеить чепуху китайскую которая должна светиться и все и помыть и он вообще в супер в идеальном состоянии шлифует мощно смотрите вот отлично то есть перевод из-за того что у меня задние аморты немножко перекачаны чувствуется что задняя задняя морта не прям такие но жестковаты вот передняя вообще спокойненько вот она мягенькая все на в принципе отлично задние боюсь пускать потому что сам не умею в сервис заезжал этого насоса низкого давления у них не было и что-то вот как бы езжу проблем каким-то каких-то с этим просто не возникало ну вот периодически задумываюсь о том что нужно съездить под впустить концовка будет такая любой самокат больше 80 тысяч рублей кроме на инботов сразу думы знаете что она в них нужно прям вкладываться их нужно ремонтировать то есть это никуда какой-нибудь м4 за 40 тысяч у которого ремонт стоит любой там 500 рублей потому что запчастей много китайские ломаются часто такие большие дорогие самокаты у них и ремонт дорогой ну и специфика езды немножко другая тут он с места сразу полтинник рвет и и там уже 50 60 70 спокойно разгоняется батарейка тоже мощная то есть 80 километров и даже под при скорости в среднем 50 по городу ездишь по трассе проезжает спокойно то есть из-за демпфера из-за вот этой сборки ник никого воблинга здесь ничего нету то есть вот из-за этих фишек он как бы и дорогой и отсюда за то что здесь специфичные такие нюансы что-то от мотоцикла берут дают как демпферы что-то от велосипеда что-то от машины давно грубо говоря и немногие с этим умеют работать суды ремонт дорогой